Наш отдых превращается в сидение в номере, потому что мы уже боимся выходить на улицу, вас стало слишком много. Мы ехали сюда и радовались, что здесь никого не будет, а сюда все больше и больше приезжаете вы. Плюс в соседних номерах оказываются наши подписчики, говорят, мы специально сюда приехали тоже, чтобы с вами увидеться. Они даже присылают к нам номер шампанское, фрукты, посмотрите. Михаил какой-то. Да. А я не знала, что ты тут не ходил. Шампанское нам в номер доставили, тарелку с фруктами, как бы замануха, чтобы мы вышли и пообщались. Не, ну это, конечно, приятно, но в Гаванде... Я не могу, мы хотим отдохнуть спокойно, чтобы нас никто не трогал, чтобы нас никто не узнавал. Но я понимаю, мы сами виноваты в этом, потому что мы приехали сюда и сразу ставили гео-отметки в инстаграме, что мы здесь. И вы на следующий день поприезжали все. И когда в следующий раз теперь будем куда-то ездить, я никогда в жизни не поставлю отметку в то время, когда я буду на том месте. Я всегда буду загружать видео и фотки только после того, как я уже оттуда уеду. Вот сейчас мы даже нормально не можем походить, потому что каждый из вас хочет пообщаться. Давайте вместе покушаем, давайте вместе покурим, давайте еще что-то сделаем. И вы ставите нас в неудобное положение, потому что неудобно отказывать, неудобно морозиться. А мы хотим просто побыть наедине. Мы уезжаем специально с города, чтобы нас никто не трогал. Ну вот мне теперь неудобно, потому что нам принесли фрукты и шампанское, а мы будем сидеть и морозиться. Ну а что, кто-то заставлял? Ну кто-то заставил, а может выйдем все-таки? Я никуда не буду выходить. Я до конца дня теперь никуда не выйду. Мы завтра уезжаем утром, даже раньше, чем планировали, потому что это не отдых дальше. Приватности никакой. Я плачу деньги за частное личное пространство, за приватность. Ну я сам виноват. Точнее мы вдвоем что начали отметки ставить. У людей такое понятие, что я как будто всем обязан. Вот я с каждым обязан поговорить, с каждым обязан сфоткаться, с каждым обязан, там я не знаю, пообниматься. Каждому удели время. Что ты такой злой? Ну потому что не понимаешь, что слишком много вас. Одно дело, ты подойдешь просто, а можно сфоткаться. Сфоткались, окей, хорошо, без проблем, я сфоткаюсь с каждым. Но не надо влазить личное пространство, навязываться. А давайте туда, а давайте то, а давайте вместе. А можно с вами я пойду? А можно с вами я посижу? А можно с вами поесть рядом? Ну это нормально? Мы лежим, загораем, а можно я возле вас сяду? А можно я с вами покупаюсь? А давайте поедим вместе, это нормально? Ну что ты такой злой? В жизни больше я не поставлю отметку. Это, да, сейчас будет писать, типа, вот, жалуется на то, что, типа, ты сам этого хотел. Ты жалуешься, что, типа, ездишь везде, тратишь бабло за наш счет, как вы говорите. Да какая вкусная слива лучше съешь. За наш счет живешь, типа, вот, еще жалуются, что его узнают. Да потому что вы же не были в моей шкуре, вы не знаете, как это, ходить нам по улицам, что нам постоянно прятаться нужно. Что мы не можем передвигаться и ходить туда, куда хотим. Вот не можешь просто взять и выйти куда-то. Что ты не свободен теперь. Теперь один выход только взять и куда-то уехать, далеко, где тебя вообще не знают ли кто. И это только начало, что будет дальше. Поэтому, пожалуйста, даже если вы меня или Таню узнали, подумайте перед тем, как к нам подходить. Просто подойти, можно сфоткаться, окей. Но не надо ломиться в номер. Не надо преследовать, фоткать, ходить за нами, предлагать, провести вместе время. Ничего не надо нам предлагать. Пожалуйста. Я сейчас злой до пиздеца от этого. Если бы ты встретил Аврил Лавин, ты бы не подошел к ней? И не попросил бы я провести время, если бы знал, что она здесь... Я понимаю, что... А мне кислая попалась. Я понимаю, что это обидно слышать. Но я нормально отношусь к своим подписчикам и ко всем, кто ко мне подходит. Но я же тоже человек. Я хочу побыть наедине. Что? Открывай шампанскую. А я никогда не открыла. Ладно. И спасибо Михаилу за фрукты и шампанское. Официант принес, сказал, это от Михаила. Какого Михаила? Я думаю, что это тот парень, который ко мне... Не парень, а мужчина, который ко мне подошел. Таня тут отдыхала на шезлонге возле номера. И к ней какой-то мужик подошел и начал ее кадрить. Типа, мол, я тоже ваши видео смотрю, приходите курить кальян. Не пойдем мы никуда. А я кальян люблю. Он знал, чем меня заманить. Вот еще шампанскую. Ну, сходи, сходи. Ой, мне страшно. Оно выстрелит, Саша? Не знаю. Не могу. Не, не могу. Сильно тяжело. Давай. Дай камеру. Да не надо мне... Что ты убежала в сторону? Между ног. Запихни бутылку. Запихну бутылку между ног. Только качалку запихиваю, Таня. Да не стой ты там. Вон, видишь, как она выстрелила. Ну, и ни капли не пролил. А что себе больше? Я больше пью. Так не честно. За Михаила. Ну, если бы не Михаил, мы бы не пили шампанское с фруктами сейчас. Давайте выпьем за личное пространство. Как говорит сейчас молодежь-тинейджеры, чирс. Ох, ненавижу, когда так говорят. А зачем ты это сказал тогда? Кашу под молодого. Далила, чтоб было ровно. А ты посмотри на нее. Так оно пить неудобно, когда так. Смотри, смотри, как красиво. Такие палочки, пузырьки. Просто перед этим около 40 минут кто-то стучал в номер, и мы не открывали. Мы спали. Морозились. Уже мы кончены с тобой. Еще мы не любим, когда стучат, типа, убрать номер, или когда убирают в номере. Мы говорим, что нам убирать номер вообще не надо. И сама убираем номер. Не люблю, когда убирают мои трусишки. Я разбрасываю просто свое белье всегда по номеру. Трусы, носки висят везде. Я ненавижу, когда прихожу в номер, и мои трусишки все сложены. Там мои обосранные трусы кто-то складывает. Мои носки тоже кто-то в шкафчик сложил. Ну, как-то вообще, мне жалко тех людей, которые это делают. А я когда-то горничной хотела работать. Мне было по приколу. Пойди на ресепшн, спроси. Есть ли вакансии? Вакансии горничной. Буду вести блог горничной. Если вы хотите увидеть, как Таня станет горничной и будет вести блог горничной, ставьте... Ничего не ставьте. Я вам... Ставьте дизлайк. Я вам не тот, кто клянчит лайки. Мне посрать на лайки и дизлайки вообще абсолютно. Конечно. Это Таня, парень. О, мне столько дизлайков поставили. Или шо? Так отошел. Я вам раскрою секрет. Лайки и дизлайки не приносят деньги. Лайки и дизлайки ни на что не влияют. Чем больше лайков и дизлайков, без разницы, лайков, дизлайков, тем больше внимания просто к твоему каналу и видео. Тем больше там YouTube распределяет твои видео, куда-то в топ. Все по категориям. Все. И без разницы, дизлайк это или лайк. Главное, это активность. Комментариев много, это активность. Много дизлайков, это активность. Тогда просто YouTube твои видео куда-то рекомендует. Все. Они не приносят денег. И просмотры не приносят денег. Запомните. Вот ты живешь за наши просмотры, за наши лайки. Че, так а вас сходу заставляют смотреть или что? Их тоже не насилует их смотреть. Поднимаешь, они сами смотрят. Я никогда не гнался за просмотрами. У меня такое же, у меня даже было больше стремление снимать видео, когда у меня было по две тысячи просмотров. По тысяче просмотров. Я одинаково всегда относился к тому, что делаю. А зачем ты сейчас так часто видео выкладываешь? Я ж самый стабильный. Нет, зачем ты часто так видео выкладываешь? Мне в комментариях пишут, о, шапик, все, копит на Теслу. Ну, потому что нравится мне. Да? Я уже влился в струю. Что ты мне рассказываешь? Я знаю, зачем ты так часто. Ну, давай. Чтобы твоя статистика не падала и доходы тоже. Че, так это нормально вообще-то. Так я же не делаю это. Ой, блядь, надо монтировать. Ой, блядь же, надо снимать. Нет, нет, как раз-таки каждый вечер ты надо монтировать все. Надо, а то статистика упадет, денег меньше будет. Ты понимаешь, ты из всего, что я говорю, выберешь только какую-то одну фразу, одно слово все и запомнишь это. Таня не понимает. Для меня это нормально, мне в кайф. То, что мне бывает впадло монтировать, я не монтирую. Таня знает. Я там говорю, сегодня я буду вечером монтировать, потом лег и уснул. Ну, потому что я не буду себя насиловать, что-то делать, потому что я не на работу хожу. И для меня это не там не обязанность какая-то. Да, полезно для канала... Местик сладкий был. Да, для канала полезно типа регулярно снимать, регулярно выставлять и загружать видео. Но если мне не хочется, я этого не делаю. Я монтирую только тогда, когда мне хочется. И все. Это мой принцип к жизни. Делай только то, что нравится и хочется. Я ничего не делаю из того, что мне не нравилось. вообще. Вот у меня такой смысл жизни. Делай только то, что хочешь. И все. Если тебе что-то не хочешь, ты этого не делаешь. Ладно, пора заканчивать. Саша! Ты сама так делаешь. И не надо выпендриваться. Я так не делаю. Конечно. Еще Таня пердит. Неправда. Первых два года Таня не пердила. Вот как она мучилась? Вот девушки не пердят первые два года. Вот, наверное, вот скажите, парни, вот честно, давайте напишем в комментариях, у кого есть девушки, кто уже долго. Вот сколько ваша девушка при вас не пердила? Вот напишите каждый свою цифру. Моя не пердила два года. Мучилась, носила в себе, в туалет ходила по-тихенькому, не знаю, булки там раздвигала, чтобы тихонько шептуна выпустить. Там еще что-то. А как? Я не знаю, там нужно уходить в другую комнату, чтобы перднуть, или что? Мучайся, болит живот, дискомфорт. Потому что это убивает всю романтику. Кто-то еще, на балкон кто-то ломится уже. Быть довольны, как спанчбоб и Патрик. А почему? Потому что нам только что позвонили с ресепшена отеля и сказали, мы вам дарим последнюю ночь в другом домике, который вам должен понравиться больше, чем первый. Я не знаю, возможно, они посмотрели мой влог, что я наш номер назвал будкой, хотя мне уже и неудобно, что я так выразился. На самом деле, там замечательно. Мне уже там нравится, я привык, я бы никуда и не уезжал оттуда. Просто с виду казалось, что он балельки, а так норм. Что это? Ну вот тут огромный. Вот эта хата? Да, я думаю, там вот сейчас круто. Не вот эта. Вот этот огромный дом здесь есть. Ну там просто написаны номера, здесь нет. Идем, соберем вещи. И мы давай. Хорошо быть шапиками Таней. Это не тот чувак, который утром впереди идет. Да что ты так боишься? Впереди. Нет, тот чувак... А, подожди. Похоже, что он идет. Ну я не уверена, но похоже. Ты куда? Прячемся от от фанатов. Перебежками ходим по территории, чтобы не привлекать внимание. Переезжаем. Аж на 100 метров вперед. В этот раз нам дали номер побольше и абсолютно бесплатно. давай быстрее, потому что маякуют тут ходят. Фоткаться хотят и общаться сильно. Оп. А что тут так много дверей? Ну, много опций. А здесь, похоже, смотри, номер рассчитан на нескольких раз в очереди на большую компанию. Большой коридор здесь. Кабинет какой-то спальный. Ого. Тут еще две двери. ооо, посмотри. А что, ты радуешься, да? Тут сразу наверно душ. Да. Круто, скажи. О, вот такой я душ люблю. Вот именно вот такой, когда без ничего. Я люблю минимализм. Мне вот такой тоже нравится. Так, следующая дверь. здесь так все идеально, я даже не хочу тут ничего трогать, понимаешь? Это огромная кровать с подголовниками и для того, чтобы носочки снимать и трясышки. сразу сюда не поселили. Такой номер офигенный. Вот такой вот здесь туалет отдельный есть. Со спальни можно выйти сразу на террасу, на балкон и здесь она очень большая. сейф. Вот тут еще две двери, мне интересно что там. А, здесь туалет. Еще один туалет. И вот еще дверь одна, подожди. О, а тут гостиная, смотри какая. Ого. Еще одна спальная комната. И еще одна дверь. Нам дали огромный дом. Здесь туалет просто Таня, смотри, это на случай, если мы поссоримся. О, да. Ой, смотри, как классно. Душ за стенкой. Камин, типа. Такая мини-кухня. Класс. Микроволновка. Очень круто здесь. Вот, и сразу тут видно пляж. Очень нравится интерьер этого помещения. О, какой диван, Саша, иди сюда. Ты сядь в этот диван. Все выполнено в таком выдержанном стиле. Мне очень нравится такой стиль. Классно. Вот, что мне нравится. Здесь огромная терраса просто. Ну, в этот домик реально очень классно приезжать компанией большой или семьей еще лучше. Очень все удобно, комфортно, выдержано и, самое главное, удобно. Я забираю свои слова насчет того, что я привык к тому номеру. Мне здесь уже нравится больше. Саша, этот номер как 20 тех номер мне очень нравится, что везде очень чисто, прям вообще очень. Вот не к чему прицепиться даже. Вот хочется даже найти какую-то пылинку и не к чему прицепиться. Просто все идеально вылизано. Кто-то пришел. Всего доброго. Пандай. Что там? Я сочувствую какой-то Аллы Пугачевой. Прямо от Максима Галкина. Вам принесли. Еще что-то принесли? Да. Не знаю, что здесь. А что он сказал? Мы же не заказывали. Ну он сказал это вам комплимент. От ресторана? Я говорю у нас одни комплименты сегодня. в этот раз от отеля нам принесли вино. Фрукты. А что здесь я не знаю. Какое-то сало. сало говорит. Десерты к шампану. Знаешь, я открываю и подумал, что это сало с перцем. Это что-то наподобие тирамису. Столько вина уже выпили, наверное, и шампан было. Это ты любишь шелковица. Это не шелковица. Шелковица? Нет, я забыла, как это называется. Шелковица? Это не шелковица. Я забыла, как она называется. Лежевика, по-моему. Ну что, все правильно делает, кстати. Я буду в этой комнате, Таня. Кстати, вот такой телик наподобие такого Sony я думаю купить. Потому что у нас сейчас нет телевизора. Приедем Киев, выбирать телевизор. Я кстати сегодня уже смотрел в интернете Sony телик. По 100 тысяч, как машина. Да не по 100, за 80 всего лишь. Всего лишь, всего лишь. Это камень? Это все камень. А тут все выдержано в камне и дереве. Камень, кстати. Тут весь номер сделан с камня и дерева полностью весь. камень и 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 спать завтра рано просыпаться и будем уезжать уже в киев я всегда засыпаю последний всегда каждую ночь я засыпаю после того как уже таня давно давно это когда ничем не занят ну у каждого своя правда все это не ты поставила будильник будильник ты поставил хорошо все будем спадки сейчас вырублю танечка спокойной ночи танечка давай 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 не можешь нормально такой вы спокойной ночи всем сказала скажи всем спокойной ночи моим любимым подписчикам скажи всем спокойной ночи такая где там выключатели тут все всем пока